Здравствуйте, меня зовут Фролов Юрий Андреевич, я биолог, предприниматель, производитель продуктов, биофермер и просто блогер. И я, ну вот знаете, уже сейчас не смог больше проходить на эту тему, хотя обращение мое не только для аудитории моей группы, моих сайтов и так далее, а именно на более широкую аудиторию. Я надеюсь, что данное видео будет распространено по многим неравнодушным, так сказать, тематическим группам, да и вообще везде, по сути бы, это надо сделать. Речь идет о проклятом алкоголе и о последствиях, которые приводят наличие в обществе этого яда. Дело в том, что, вот посмотрите, ну подвигло в очередной раз меня на это, я все хотел уже несколько лет подряд записать что-то подобное, то, что сейчас вы услышите, но рутина, дела всякие и, в общем, как всегда, на второй план, а потом забываешь. Вот испещрен интернет, СМИ, телевидение каждый день показывают, пьяный задавил, выпили, друг друга убили, зарезали, утром сидят, так сказать, плачут, тоскуют и так далее. Ну, грубо говоря, вот посмотрите, пьяный там-то, пьяный там-то, в Смоленске, в Твери, так сказать, где бы только ни было, задавил, задавил. Только все проблемы, практически все за рулем аварии и почти все точно со смертельным исходом исходят именно от алкоголя. Но не только это, мы к этому сейчас вернемся, я просто хочу усугубить эту проблему, ее хотя невозможно усугубить, и показать потом, рассказать свое мнение, что же делать и что всем нам надо делать, не только поохать и пахать, а что-то делать. Ну, вот давайте я вам покажу вот этот маленький ролик. В Твери, вот он даже называется, кошмар Твери, электрик-убица угрожал дачникам отключением света. Да, он угрожал, только 9 человек убил, это было от момента записи данного моего ролика буквально за, ну там, 10 дней, да, примерно. Так вот, ну и тут вот обычный отморозок. Нет, вот почему я еще захотел сделать данное видео, не обычный отморозок с ружьем на опавший. Нет, а потому что, вот то, что пишут, не понимают люди про электричество, про Путина, про что тут только не пишут. Послушайте, всему виной то, с чего он это сделал. Вот если бы он тогда не пил, он бы сделал это. Вот давайте сейчас дальше поговорим на эту тему, вот слушайте. ... территории садового товарищества, 50 лет октября, что в Тверской области. Следователям установлено, что 3 июня в вечернее время Сергей Егоров распивал спиртное на садовом участке своего знакомого, где между ним и другими присутствующими гостями произошла ссора. Вот всегда распивали, потом произошла ссора. Почему-то. То есть, человек был человеком, разумным, он перестал быть разумным человеком, что-то произошло. Что? Просто клетки головного мозга начали, именно кора головного мозга, то есть большие полушарии, а не подкорковые слои. То есть, то, что происходит всегда, вот каким-то мистическим таким образом, что именно разрушаются кора головного мозга с ее центрами нравственными, так сказать, двигательными и так далее. Поэтому координация, поэтому у пьяницы и так далее начинается, так сказать, потеря памяти, приступы злости, что угодно может быть, никто это не скажет. И вот начинается, один сел за руль, задавил, вот в Москве было несколько лет назад, так сказать, семь человек на остановке снес, убил детей, молодых, так сказать, мальчиков, девочек, у кого могли и были бы дети, так сказать, это же катастрофа, это чудовищно. Значит, поссорились, за рулем села одна женщина, две семьи отмечали что-то там, поехала и своих же, и соседских там детей тоже задавила, сплошь и рядом. Егоров взял у себя в доме карабин сайга и патроны к нему, после чего вернулся на садовый участок и произвел выстрелы во всех присутствующих, 9 из которых от полученных ранений скончались. От пуль погибли четыре женщины и пятеро мужчин. Злоумышленник не пощадил даже 90-летнюю пенсионерку, которая стала очевидцем расправы, последнюю жертву. Егоров заставил вырыть себе могилу. Когда женщина отказалась, он хладнокровно ее застрелил. Соседи, говорят, слышали шум, но не придали этому значения. Хлотки услышал, но я думал, совсем другое. А это совсем другое, я думал, нормальные хлотки. Безразличие, но это отдельная тема. Так вот, 90-92 бабушка, фронтовик, прошла войну, дождалась пулю от мрази, от, так сказать, внучка, ну, по возрасту, по возрасту, естественно, чужой человек был, жили в одном поселке дачном. Дождалась. Это просто уму непостижимый. И в чему тут вина? Мера, кто-то скажет, защитники бутылки своей проклятой. Меру, мол, не знал. Какая мера может быть у наркотиков? Или что? Те миллионы, которые так же убили, задавили, так сказать, предали и так далее, под действием этого наркоза, этого наркотика. Они что, так сказать, тоже меры? Все не знали? Так почему же они все вдруг когда-то перестают знать меру? Да потому что это разговор от Лукавого. Это только либо идиот конченый может сказать, что про алкоголь какую-то меру, либо просто, я не знаю, враг, который целенаправленно делает все, чтобы наш народ спивался и уничтожал друг друга и себя, и, так сказать, я уж не говорю о демографии, о том, что детей нет при живых, родители в детские дома сдают, это все сплошняком дети. 99%, 95%, там, по крайней мере, это все при живых, либо один, либо два родителей в детские дома, потому что пьяницы поганые. А ведь ребенок рождается в этот мир, приходит трезво, это естественное состояние нормального человека. И только когда первую каплю он по невежеству, по глупости, по, так сказать, давлению на гордыню или на что-то, а ты, мол, что не мужик или не взрослый и так далее, начинает употреблять, первый стакан, первую рюмку, неважно чего, вот после этого он вот это свое естественное состояние теряет, нормальное, трезвого человека, и становится уже на путь пьянства, пьяницы. И неважно, как это называть, кто-то скажет пьяница, кто в луже валяется. Нет, это уже человек, который лишился всего достоинства человеческого, он уже не человек вовсе. Из него уже в лужу течет, это вообще уже не человек. А вот тот, кто по праздникам начинает себе на бутылку ставить, даже по праздникам, это уже алкоголик. Потому что с точки зрения самореологии, науки о трезвости и здравого смысла, с точки зрения, если человек себе не представляет праздника, то есть состояние вот этого, так сказать, какой-то душевного состояния радости и какое-то чувство, которое, наоборот, объединяет должно людей в чем-то, совместная коллективная радость о чем-то, так сказать, памяти, там еще чего-то, то тогда этот человек уже алкоголик. Потому что если он не представляет праздник себе с поганой вот этой бутылки, и она есть для него ассоциация праздника, это больной человек уже психически, это уже алкоголик. Я призываю вас, дорогие друзья, понять, что эти беды и горе происходят именно не от того, что меру не знают, потому что вы, кто пьет еще, пьете. Вы тоже можете стать таким убийцей. Они тоже говорили все, что мы, да это что, я никогда в жизни там ничего не задавлю, нас за руль не сяду, или кто пьяный, я что ли пьяный, кричит себе алкоголь в грудь, бьет себя и, так сказать, падает или качается. Потому что разум человеческий, так сказать, уничтожается просто. Совесть, стыд, все уничтожается, все нравственные начала, человек перестает быть человеком. И не важно, сколько он пьет. Сегодня ты выпил больше, завтра меньше, а потом, так сказать, сделал то, что и эти сделали. Нету меры у наркотика. Любая доза, любые граммы, это уже разрушение и организма, и психики, и мозга. Наследственность разрушения. В детских домах не только, и есть еще умственно остальные дети, которые, так сказать, вот именно родились в следствии, получили свои увечья, физические, моральные, так сказать, мышления и прочие, и органические изменения именно по причине потребления их родителями алкоголя. Не то, что они алкоголиком были, а что они хоть раз выпили, женщина хоть раз в жизни выпивает, уже могут повредиться те яйцеклетки, которые, кстати, в отличие от мужских полоклеток, никогда не новые, не образуются в течение всей жизни девочки, а уже при зачатии, при рождении, вернее, девочки уже все есть. И неизвестно какую повредит алкоголь, повредит, снимет вот эту жировую оболочку, повредит липидную защитную внешнюю клетки, яйцеклетки, и туда проникают яды, токсины, свободные радикалы, и меняют генетику. И вот может поврежденная яйцеклетка родить, если, соответственно, родится ребенок неполноценный дебил, или умственно отстал, или с отклонениями органическими. И это все потому, что хоть грамм, выпитый в жизни, для девушкин привлияет, у мужчины 50-70-80 дней, чтобы прошло полной трезвости до зачатия. Только так, может быть, вообще этого в жизни для нормального человека не должно быть. То есть, если надо себе, честному человеку поставить так вопрос, что если хоть грамм, хоть грамм я потребляю алкоголь, я иуда поганая, я не человек уже, потому что я вношу лепту в дело уничтожения своего же народа. Потому что другие-то, смотря на меня и видя, моя семья в компании близких, где я пью и так далее, тоже будут пить дети. Они смотрят радость, праздник, и вроде морду вдруг не бьют друг другу. Не все же бьют в раз. Кто-то и не бьет. И вроде бы радости еще больше. Правда, ребенок это не чувствует фальшивую вот эту, так сказать, радость от того, что создало вот это наркотическое зелье. И он принимает этот образ, и он будет употреблять. А если будет, вы своими руками делаете из него, вы его лишаете жизни нормальной, вы его калечите жизнь, часть жизни просто отнимаете, а возможно делаете из него такого же убийцу, а может быть насильника, а может быть предателя. Поэтому честный человек должен соскать. Если я хоть грамм употребляю алкоголя, я поганый предатель. Я нелюдь просто, я тварь. И если вы хоть какой-то патриот, я уж не говорю о том, что, так сказать, просто человек, вы должны себе сказать, все, я никогда в жизни с этой минуты, с этой секунды, никакой гадости этой поганой пива, водка, вино, разница не имеет значения. Не выпью больше в своей жизни. И другим буду советовать. Нет, давайте посмотрим дальше еще немножко. Этой девушке чудом удалось спастись от расправы обезумевшего от гнева мужчины. Она спряталась под одеялом на втором этаже дома, в то время, когда бой не происходило на первом. Более того, сумела вызвать полицию. Я видела, как он добивал, как хрипели все. Я все слышала, как потом эта мразь руки мыла. Полицейские уверены, если бы не эта девушка, жертва могла бы быть гораздо больше. И было бы, безусловно. И вот давайте я просто покажу, вот понятно, вот это я показывал, вот давайте посмотрим тоже, вот везде. Пьяный водитель там-то сбил, сбил ребенка, в Хакасии сбил, четырех детей сбил, там-то пьяный, а не пьяный-то не может так сбить. Может. Один из тысячи тех случаев, которые происходят. Всякое бывает. Колесо отлетело, поломка какая-то. Всякое может быть. Но это то, что повально носят. Любые преступления бытовые связаны с алкоголем. И вот послушайте, вот допустим, ну вот сейчас я покажу два маленьких кусочка сюжета. Думя школьницами, Диана Городничук и Настей Аврамишиной, в субботу вечером их насмерть сбил пьяный водитель. Очевидцы говорят, что шансов спастись у девочек не было. И вот, пожалуйста, и вот горе для семьи, для села, для родственников, для любых нормальных людей. Жизнь, там, двух, их тысячи, сотни тысяч погибли. Это война. Это действительно идет вот эта вот война алкогольная. И нам надо сделать все, чтобы наши правительства, любые, любой страны, где бы там, Украина, Молдавия или в России, если вы патриот своей страны, если вы, так сказать, вам не все равно, что будет завтра, если вы хотите остановить этот ужас, который, может быть, еще не допонимаете до конца, насколько это серьезно. Я понимаю, я пытаюсь вот это объяснить, что это, понимаете, чтобы ввели сухой закон. Настоящий, только не полумерный, когда, а с полным объяснением, пропагандой, людям по телевизору, как сейчас втирают в каждом фильме, где пиянка, так сказать, течет в вино, водка, ручьями пиво, это проклятое, где продались все эти киношники вот этим алкогольной мафии, где там только и показывают, как пьют и курят, пьют и курят. И кто вырастает, когда смотрят дети, постоянно это все, как матрицы прокатываются, через матрицу, через этот алкогольный дурман, и как бы, как норму жизни, как неотъемлемая часть жизни, якобы, это алкоголь, никогда не было это частью жизни, но на Руси это, так сказать, понимаете, все идет только от вот этой ужасной пропаганды. Всегда русскому человеку и любому нормальному человеку, любой мастер, это было противно. В любых народах мира, как вот Углова привожу пример, всегда, когда в Аул Чинар, Южный Таджикистан, поехали там, он посоветовал лечиться двум людям, вот так вот, на реабилитацию в горы там, и вот Аул Чинар приняли все это, и как вот старый человек, 120 лет ему было, он сказал на вопрос молодого идиота, что а как же вот вино, мне интересно, как вот всегда в горах, так сказать, нам вот говорят, что пьют, он сказал так, послушай, кто пьет вино, у нас в народе так говорят, тот водится с шайтаном, никогда даже и в жизни в рот не бери. На Руси всегда была трезва норма жизни, молодоженам наливали родниковую воду на свадьбу, на похоронах, даже вот в последние христианские столетия, традиции, когда было блины, кисель, кутья, все, это помины были, они глумление над памятью усопшего, когда начинают бухать, и потом, так сказать, потому что природа такова, это алкоголь, и ты начинаешь пить, потом ты становишься зависимым, как бы ты грудь себя не бил, идиот, а дальше ты становишься пьяницей, и уже нелюдью, потом ты можешь стать предателем, так и совершаются, подливали на всех этих-то мероприятиях, так сказать, встречах, подписаниях, договоров, там и так далее, издревле, алкоголь, зная, что это к чему, к потере рассудку приведет, а дальше к чему угодно, а дальше на крючок человека берут, и он уже предателем становится, родина своей, и вы предатель, если вы употребляете хоть грамм, тут вопрос не в том, что вы можете, не можете, что что на вас смотрит, вы своим примером живым, вы, вы не имеете права говорить, да, это правильно, это горе, беда, но, что значит но, вы хотите для себя рюмку оставить, эту проклятую, да вы не имеете на это права оставлять для себя, потому что тогда вы должны сказать, да и пусть он задавил, пусть убил, и я бы убил, это а, нет, не так, жалко, или, так сказать, не можете себя сволочью показать, но так тогда будьте честным, и поймите, что только от того, что в обществе есть алкоголь, и его считают, что это не наркотик, хотя это легальный, но наркотик, и то, что это вещество уничтожает, разум человека, совесть человека, стыд, и уничтожает самого человека, в конечном счете, и других людей с ним, рядом находящимся, приносят горе в каждую семью, так сказать, и в окружающие семьи, и так далее, и так далее, и вот тогда вы должны сказать, ни грамма этой мерзости больше не будет у меня, нигде, ни на столе, нигде, я буду принципиальным, если я человек, принцип, я вот никогда в жизни не употреблял, ни грамма во рту не было, но до тех пор, когда я вот в 2004, я не посмотрел случайно, вот ту лекцию Ждан, алкогольный табач, наркотический террор против Святой Руси, она так называлась, и вот я не спал всю ночь, я после этого понял, что я не смогу спокойно жить, если я не буду объяснять людям, в том числе, что такое алкоголь, несмотря на то, что я никогда в жизни не употреблял, после этого я стал активным, ну, скажем так, борцом с этой, понимаете, с этим абсолютным злом, с этим генным оружием, это генное оружие, если народ не понимает, что это оружие генное, то он обречен на вымирание, что и происходит, и пьянка в деревнях, и вот если умирание сел, и прочее, не потому идёт, что нет работы там, а там и нет работы, потому что пьют, попутались, понимаете, перекинулись с больной головы, на здоровую, и с ног на голову, потому что здоровый, нормальный мужик с руками, на селе, будь то у него нет официальной любой работы, он всегда найдёт работу, это я говорю со знанием делок, это человек, поднявший уже там деревню, и не одну, и так далее, который практик, и не балабол, это просто бред, это вот нам всё делают для того, чтобы пьянка, как норма жизни была, ни в коем случае, дорогие друзья, и давайте в завершение, вот я вам ещё покажу, это всё понятно, вот такой сюжет, сейчас я это включу, и вот просто ещё один из, что называется, такой стильный, что вылетела входная дверь, удар машина, на Тойоте один, да какая разница, на какой, мы как раз подошли к подъезду, набрали номер на домофоне, и уже собрались идти домой, родные ждали их на ужин, это видео сняли очевидцы произошедшего, вот машина Исакова, рядом на земле уже лежит одна из девочек, вторая ещё под колёсами автомобиля, сам Исаков не стоит на ногах, ну, пьяный так, ну, ещё один, да, отборотами, сволочи, это не просто сволочи, конечно, таких людей, да, все известно, что алкоголь является в преступлении усугубляющим фактором в любом, но, к сожалению, не понимают идиоты, что, если ты выпил только сегодня, считается ты пьяный, нет, дорогие друзья, если ты выпил месяц назад, ты считается пьяным, по совести, по правде, по биологии, потому что мозг наш, состоящий из омега-3 полинасичной жирной кислоты, в томном, в общем, жировой ткани, он сорбирует, как жирорастворитель универсальный, вот этот этиловый спирт, который находится в пиве, вине, водке, неважно в чем, и до 90 дней идет разрушение головного мозга, и до 90 дней человек не имеет той реакции, координации и мыслительных способностей, которые он имел бы, если бы вообще ни грамма не пил, поэтому, с точки зрения собериологии, здравого смысла и правды, значит, человек является пьяницей, если он хотя бы равномерно в течение четырех раз в год выпивает хоть что-то, поэтому, будьте людьми, будьте людьми, во-первых, не употребляйте никогда в жизни проклятый алкоголь, как бы он ни назывался, какой бы он элитная за 10 тысяч долларов бутылка вина не была бы, это все равно проклятое поэло поганое, потому что там есть этиловый спирт, там есть вот этот наркотик, жирорастворитель и протоплазматический яд, который, конечно, меняет полярность эритроцитов, все верно, они склеиваются, разрушается головной мозг в первую очередь, это причина основная инфарктов, инсультов, ну ладно о здоровье, своем личном, плевать, понятно, для многих, но это, человек становится иудой, предателем, он становится нелюдью, и он становится убийцей, ну ладно бы убийцей, но ведь это с тихого согласия совершаются, как нам известно, все преступления, и поэтому обращение к обществу, ко всем нам, что давайте решительный дадим отпор этой мерзости, а я имею ввиду наличию, в обществе проклятого алкоголя, который уничтожает нас с вами, и каждый, даже кто не пьет, все равно к этому причастен, потому что мог бы сделать большее, чем он сделал, и поэтому вот я вам говорю и призываю, объясняйте другим, объясняйте идиотам, малолетним, которые еще ничего не понимают, показывайте им, и главное говорите, в чем первопричина, не в мере, не в дозе, а в самом наличии в обществе этого алкоголя, проклятого этого яда, этого оружия, генного оружия, и это глубоко, я очень советую, чтобы изучить, понять, осознать, посмотреть именно эту лекцию, я ссылочку под ней дам, посмотрите, я лично знаю Владимира Георгиевича Жданова, глубоко уважаю за его вот эту глубочайшую патриотическую позицию, Федора Григорьевича Углова, который все это, ну как бы это сказал, воскресил, что называется, после Академика Павлова, других великих ученых, мыслителей, общественных деятелей в 80-е годы, вот эту проблему, я тоже его лично имел счастье знать, он у меня в гостях был, я у него, Комарова, и, конечно, это вы великий человек во всем, и вы знаете, у неравнодушного человека, у порядочного человека не может душа не болеть за это, я вас всех призываю, боритесь насколько можете с этим, давайте обращение сделаем, кто-нибудь пусть составит, и мы разошлем по сетям, петицию, обращение, как когда-то было в 80-е годы, сделано, к правительству, чтобы вот собрать эти факты, чтобы выпиющие вещи, которые только причина алкоголя, и все эти разговоры о мерах, о том, что это бессмысленные, бессмысленные, потому что такова природа наркотика, ты давай героиному-наркоману скажи, что, мол, давай умеренно колись, бред, и так же с алкоголем, мы это все прекрасно знаем, давайте себя не обманывать, только так мы сможем побороть, в обществе создать негатив, ненависть к этому, мы уже все переполнены, вот если разумные люди взглянуть правде, что первопричиной, причиной является именно алкоголь, этого горя ужасного, ни одного, как помните, еще сказал Достоевский, слезинка одного ребенка, не стоит ничего, так сказать, того, чтобы можно было оправдать эту слезинку чем-то, а это миллионов, тысяч детей, и не только взрослых, и стариков, и ветеран, вот как сейчас, это просто, нашла бабушка, жила, работала, воевала, страну спасала, поднимала, надежды на лучшую жизнь, на поколение, чтобы детям, внукам, и какая-то мразь, вот эта мразь, все прекратила, конечно, его надо повесить, четвертовать, но дело это не выход, а должно быть жесточайшее наказание, смертная казнь, не только она за пьянку за рулем, тем более за убийство за рулем, только смертная казнь, это, это потому, что единственное, как бы либералы, мерзавцы не орали нам насчет того, что это не решает, это все решает, потому что на полутора миллиардной Китай полностью остановлена проблема наркотиков, которые, когда еще сто лет назад, вспомните, при Виктории, чуть раньше, опиумные войны были, что-то сказать, было, когда миллионы подсадили, погибли людей, ну и погибли бы все, но они решили, жестко подавили китайцы, и сейчас расстреливают, кто торговцев и производителей всех посредников наркотиков, и решают эту проблему так, поэтому это бред, что насчет смертной казни, ничего, это решит, это только врагам народа выгодно, что мол, давайте не будем, только единственное, способное, топроцентное знание, что будет стопроцентное, неотвратимое, самое тяжелое наказание, за такое паскудство, и вот я хочу сказать, что это одна сторона, и второе главное, запретить вообще алкоголь, но людям объяснить, показывать по телевизору хотя бы одну десятую от той мерзости, которую показывают через фильмы, передачи, оправдывая присутствие в обществе алкоголя, показать, как оно смертельно и пагубно для общества, и что только пагуба от этого есть, и в конечном счете уничтожение генофонда всего народа, вырождение его, что сейчас и происходит. Что ж, дорогие друзья, вот я, конечно, не мог не эмоционально это сказать, то, что есть, то, что правду, истину вот эту показать, я надеюсь, что давайте все-таки мы все, ну вы, кто еще употребляет хоть что-то, хоть когда-то, одумается и будет принципиальным трезвенником, станет. Природным вы уже не станете, то есть, которые сохранили вот эту естественную жизнь, так сказать, с детства пронесли, с рождения, но хотя бы станете, и тогда вы имеете с полным правом вот это все показать, сказать, и, конечно, других на путь поставить, так сказать, хоть истинный, но, естественно, так это и есть, жизненный, нормальный, человеческий образ жизни, а не вот вносить вот эту, знаете, свою лепту в дело уничтожения нашего народа, любого народа, кому бы себя не относили. Так это касается всех. Такова природа этого страшного яда, и такова природа человеческая, которая, к сожалению, слаба, и которая, к сожалению, биохимически полностью подпадает, ложится под действие этого страшного яда, страшного оружия в руках тех мерзавцев, которые прекрасно знают о свойствах этого и специально все делают для того, чтобы в обществе это было, и чтобы мы себя сами уничтожали. Дорогие друзья, давайте будем крепко встанем общими едиными рядами, и кто-нибудь, прошу вас, у меня просто совсем нет времени, ни на что, я прошу кого-нибудь, создайте такую, напишите бумагу, давайте ее пустим по соцсетям, подпишем, тысячи писем соберем, пошлем в правительство, в депутатам, в другие комитеты, словами яркими, сильными опишем, что это такое, чтобы, так сказать, в голове прояснилось, ну, по крайней мере, тогда мы уже, мы обязаны это сделать, а уж будет, нет, что, не надо говорить, что это бесполезно, нет, вот надо сделать, а потом уже говорить, потом уже можно решать по-другому, всего самого лучшего.